Тут решил на пустыре записать видео. Пустырь весь завален снегом, но снег такой рыхлый, неукатанный. И еще горка есть. Сейчас попробую в ней как бы попытаться застрять. Кроссовер отлично подходит для таких мест, чтобы здесь ездить. Почему-то зеркало запотело, то есть я выезжал из дома, нормально все было и взяло, а почему-то само запотело. Другое правое не запотело, левое запотело. Какая-то потеющая машина все потеет. Вроде зеркало на улице, то есть там условия никак не менялись. Почему-то запотело. Загадка. Вот здесь горка вниз уходит. Сейчас я развернусь и попробую, попытаюсь как бы застрять на ней. Задняя. Вот у меня электронные ассистенты включены. Так, сейчас остановился вот так. Начинаю движение. Вот буксует. Буксует и едет, но едет плохо. Выключаю. Здесь кнопка слева от руля. Выключаем, загорается такой значок, что ассистенты выключены. У меня все равно не едет. Сзади подпер меня. Надо задом. Но когда забуксовал, не едешь, значит надо задом сдать еще. Там не может уехать все. Ну, поехали. Еще отсюда остановлюсь. Поехали. Ну, в принципе, без проблем. На шпованной резине точно так же бы застрял. Там никакой разницы не ощущаю. Здесь вот снег рыхлый вообще. Просто надо на газ нажимать, чтобы увереннее она разгонялась. Здесь было достаточно момента, так сказать, чтобы заехать на любую горку. Так, то, что клиренс высокий, очень удобно. Дороги почистили все. Это, конечно, вообще супер. Все быстро делается. Вчера снег шел весь день. И днем там как бы немного чистили. Потом за ночь все вычистили. Вот они. Ну, чистые дороги. Вот, включил обратно электронные ассистенты. Потому что на плоскости, просто на ровной дороге они делают свою работу. АБС, антипробуксовка, ЕСП, курсовая устойчивость. Вот это все работает. Пешеход. Вот пишут в комментариях, что якобы от установки защиты картера перегревается вариатор, перегревается коробка. Вот, и дилер потом отказывает в гарантии. Говорит, что коробка перегрелась из-за того, что вы установили защиту картера. Вот, но как бы сразу понятно, что это фуфло. Потому что как работает охлаждение коробки. Охлаждение коробки, как я почитал, там есть отдельный радиатор небольшой, который вынесен. Он либо устроен совместно с основным радиатором, который, по которому антифриз от мотора ходит. Либо может там отдельно стоять. Вот, но это не важно. То есть у коробки тоже есть свой отдельный радиатор. Вот, и масло, то есть в коробке стоит насос масляный. И он масло из коробки подает в этот радиатор. И там происходит охлаждение масла. И дальше масло обратно уходит в коробку. Вот, то есть охлаждение коробки происходит за счет прогона масла из коробки в радиаторе. Вот, и потоки набегающего воздуха, они проходят через вот ту решетку, где шильдик черри стоит. Но никак не из-под откуда-то, из-под низу там. Я даже не представляю, как там может воздух снизу там как-то охлаждать коробку или мотор. Ну, это просто фуфло. То есть там поставил крышку, не поставил крышку. Охлаждение коробки работает по другому принципу, другим способом совершенно, поэтому... Вот, но на всякий случай лучше, конечно, переплатить, поставить за счету картера у дилера, чтобы они вообще ничего не могли сказать, что это происходит из-за установленной, значит, там, крышки снизу. Вот, ну, тоже, наверное, так сделаю. Пока еще не дождался от дилера. Да даже не могу до них дозвонить. Субтитры сделал DimaTorzok